МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждая девушка просто обязана себя любить. А в программу любви к себе входит посещение салона красоты. Сегодня мы вновь в Беатриче. Здравствуйте, Настя. Меня зовут Леля. Я массажистка в салоне Беатриче. Сейчас я вам сделаю массаж шейно-воротниковой зоны. Давайте приступим. Массаж нужен всем взрослым, детям, пожилым. При отсутствии противопоказаний. Шейно-воротниковая делается у кого? Головные боли, неврастения, гипертоническая болезнь, ассиохондроз. Убираем усталость. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА БОЙНОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВАННОВ Здравствуй, Анастасия. Меня зовут Альбина. Я сегодня сделаю тебе макияж яркий, как ты хочешь. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуй, Анастасия. Меня зовут Алина. И сегодня мы сделали тебе уход керостаз. И сейчас приступим к укладке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Салон красоты Беатрич. Премиум класса. Это элитное место в самом центре Уфы, где вы сможете получить полный перечень услуг, которые представят вам высококвалифицированные специалисты, парикмахеры, косметологи, стилисты, мастеры ногтевого сервиса. Помогут вам в создании идеального образа, где вы будете восхищать всех вокруг. Я сегодня была в салоне первый раз. Мне очень понравилось. Мне сделали расслабляющий массаж шейно-воротниковые зоны, что было очень приятно. Я бы хотела повторить и, наверное, вернусь сюда за этим массажем еще. Потом девочки мне сделали цветной макияж, который можно и нужно использовать вечером. И сегодня мне сделали уход за волосами керостаз. Очень приятный уход, который положительно влияет на волосы. После него они легкие, мягкие, шелковистые. И сделали укладку. Привет! Меня зовут Анастасия. Мне 32 года. Я люблю активный образ жизни, люблю танцы, встречи с друзьями, йогу. Не люблю скуку. Именно поэтому я пришла на проект, чтобы попробовать для себя что-то новое, познакомиться с новыми людьми и обрести новый опыт. Пока! Космоэнергетика. Общедоступная энергетическая техника для саморазвития. Подробнее в следующем сюжете. Ну, добрый вечер, девочки. Меня зовут Ольга. Я работаю космоэнергетом. Практикую уже достаточно много, ну, 7 лет. Что такое космоэнергетика? Наверное, вы это уже слышали. Слово достаточно распространенное в наше время. Космоэнергетика – это работа через чистые божественные каналы. Что это дает? Работа с посредством каналов дает нам как духовное, так и физическое очищение и исцеление. На сеансах мы открываем каналы. Космоэнергетика открывается непосредственно на вас, на пациента, и на меня. И через меня, через себя я пропускаю поток вот этой энергии, которую внутри тела вы можете ощущать. Это то, что вас исцеляет, ну, вот, работает. Ольга, скажите, пожалуйста, как вы раскрыли в себе такие способности? С детства я обладала видением и слышанием. Ну, достаточно такой непростой дар, который дается человеку, с которым не очень так легко жить, от которого я отказывалась. И уже после где-то 30 лет стала замечать, что способности ясновидения ушли. И это стало как бы перерастать в то, что я стала видеть свет. Свет, который, во-первых, сама себя комфортно чувствовала, течение этой энергии чувствовала через себя. И всех тех, кого мне всегда было жалко, кого мне хотелось исцелить, я почему-то мысленно представляла в этом потоке света. И замечала, что у людей действительно как-то изменяется и жизнь, и судьба, и здоровье. После того, как я практиковала сама методом тыка, то, что я видела, то, что какие-то знания ко мне приходили, пошла обучаться. Обучала в школе Багирова, получала посвящение в каналы, и после этого я уже начала работать целенаправленно. Ольга, скажите, пожалуйста, во время сеанса вы сказали, что пропускаете все через себя. Как вы после сеанса себя чувствуете потом? На вас это никак не отражается? Ну, на каждом сеансе я открываю каналы на очищение, исцеление и защиту, как самой себя, так и пациента. Прежде чем вообще заняться космоэнергетикой, любой космоэнергет вырабатывает защиту в течение 40 дней, как минимум. Мы постоянно находимся в состоянии защиты, у нас это уже наработано. Это то, что сработает методом, что бы нам ни делали, оно от нас отлетает изначально. Плюс еще дополнительно на каждом сеансе, сколько бы человек за день я ни принимала, перед каждым пациентом обязательно устанавливается защита. Поэтому как-то повредить себе – это маловероятно. При той колоссальной энергии, которая, допустим, у меня есть, не бывает таких ситуаций, чтобы я заболела после кого-то. Да, бывают какие-то пациенты особо тяжелыми диагнозами, после которых может быть какое-то состояние дискомфорта. Хочется спать, какая-то слабость, сонливость, но очень быстро восстанавливаешься. Космоэнергетика, вы, наверное, знаете, да, наше тело способно к самовосстановлению, к самоисцелению. Космоэнергетикой лечится все. Нет ни одного заболевания, которое можно было бы не вылечить. Все зависит от внутренней установки самого пациента, насколько он готов сам выздороветь, насколько он желает. Работаем даже с тяжелыми больными. Раковые опухоли, шизофрения, то есть все вот то, что у нас официальная медицина может не вылечить при помощи космоэнергетики, при правильном отношении к жизни, меняя свой образ жизни, свое восприятие окружающего мира, свое поведение, мы можем вылечиться сами. Космоэнергет не лечит, мы всего лишь направляем человека. Любой сеанс построен на том, что изначально ведется беседа, то есть выявляется причина-следственный анализ, мы убираем, устраняем причину. Медицина убирает следствие, знаете, да, как бы вот, а космоэнергетика убирает причину, потому что мы начинаем работать над своим поведением, над своим мышлением, над тем, что мы делаем, как мы поступаем, и меняя себя, свое поведение, мы убираем те заболевания, которые присущи человеку, потому что каждая черта характера несет определенное заболевание. Ольга, вот вы говорите, что космоэнергетика может вылечить любые болезни, в том числе онкологию, шизофрению. Вы несете ответственность за те слова, которые вы сейчас говорите? Девочки, очень много людей, которые пришли в космоэнергетику, это бывшие врачи, это физики, атомщики, ядерщики, это те, которые занимались официально наукой, которая в свое время не признавала какие-то там космические каналы, да, эзотерику. Это люди, я знаю людей в Уфе, занимающихся космоэнергетикой, это врачи-реаниматологи, это бывшие хирурги, которые когда-то резали, убирали, и с которыми общаюсь сейчас, они говорят, господи, почему я не знал этого раньше, скольким людям я мог бы помочь, не разрезая его тело, не вмешиваясь в его физическое тело. Все можно исцелить. Космоэнергетика ни в коем случае не отрицает официальную медицину. Бывают такие случаи, когда людям предстоит операция, звонят и просят открыть каналы. Во время операции, если мы открываем канал на больного человека, проходят операции без осложнений. Реабилитационный период становится крайне маленьким. У меня был клиент, женщина уже на пенсии, она была пенсионного возраста, когда ей делали операцию на мозг, вырезали опухоль. Операция прошла успешно. Буквально ей потребовалось меньше двух недель для того, чтобы выписаться из больницы. Врачи просто удивлялись. Она никому не рассказывала, что обращалась ко мне, что мы каждый день ей открывали каналы, что мы с ней работали. Ну вот, проверить все это очень легко. То есть берется, идет пациент в больницу, берет официальное заключение, приходит с официальным диагнозом, вот такой-то, такой-то. Начинается работа. Каждое заболевание требует какого-то определенного времени, да? Если мы говорим о онкологии, это ни один, ни два, ни три сеанса, и ни десять, это несколько месяцев работы с клиентом, с пациентом. Если это шизофрения, это тоже несколько месяцев работы. То есть это достаточно серьезные диагнозы. Ольга, вы можете показать на моем примере, как проходит сеанс Космоэнергета? Мариночка, во время сеанса вам нужно будет закрыть глаза, мысленно перенесись в то место, где вам уютно, комфортно. Вы можете во время сеанса поставить мысленно всех своих родных и близких, потому что они будут в это же время находиться, их фантом будет в это время находиться рядом с вами во время сеанса. Прикасаться я к вам не буду, работаю я полуконтактно. Я просто пройду руками по каждой вашей чакре, направляя в них энергию. Во время сеанса вы можете чувствовать, как эта энергия будет двигаться по вам. Могут возникнуть какие-то болевые ощущения, если в каком-то месте есть блок. Почему мы можем чувствовать боль? Когда энергия проходит, то есть мне даже не нужно знать, чем вы болеете. Каналы сами находят больные места, энергия начинает течь по телу. Если есть где-то блок, так как она не может свободно течь, она начинает пробивать это место, поэтому могут быть болезненные ощущения. Но после сеанса, как правило, у человека бывает состояние такой легкости, эйфории, поднимается настроение, ему становится так все здорово, замечательно, кальфно. Хорошо. Сейчас встаньте, пожалуйста, ко мне правым боком. Закрывайте глазки. Закрывайте глазки. Ну что ж, девочки, на этом как бы наше знакомство на сегодняшний день закончено. Мне было очень приятно, что у вас были ко мне вопросы. Надеюсь, Марина, вам понравился сеанс. До скорой встречи. Я могу сказать, что это реально новое ощущение, потому что я чувствовала действительно такой мощный прилив энергии. И сейчас я чувствую такую легкость, такую жизнерадостность, и прям такое хорошее очень настроение, хотя пришла довольно усталая такая. Всем привет. Меня зовут Масалимова Марина. Мне 32 года. Я замужем. У меня двое сыновей. Я являюсь счастливой мамой и любящей женой. Мои хобби — это астрология и развитие онлайн-бизнеса в интернете. На проект я пришла, чтобы доказать своей семье и своему мужу, что я являюсь идеальной женщиной. Конец.